Центром мировой политики сегодня остается Турецкая Анталия. Там проходит второй завершающий день саммита Большой Двадцатки. Лидеры государства в эти минуты вновь собираются на рабочее заседание. В центре внимания вопросы экономические и финансовые. Ну а с утра Владимир Путин уже успел провести двусторонние встречи с премьер-министрами Италии и Великобритании. О чем шел разговор, узнаем у нашего корреспондента Антона Вольского, который следит за всеми мероприятиями форума. Антон, итак, мы ждем от вас подробности. Да, Алена, только что закончилась встреча российского президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Матео Ренци, на которой обсуждалась проблема противодействия международному терроризму. И оба лидера сошлись во мнении, что это та проблема, с которой можно бороться только сообща. И что интересно, это как раз тот самый тезис, который высказывался накануне во время встречи лидеров стран БРИКС, который традиционно проходит на полях саммита Большой Двадцатки. Открывая эту встречу, Владимир Путин тогда сказал, что сейчас то самое время настало, когда всем странам необходимо отложить существующие разногласия перед лицом общей угрозы – международным терроризмом. Очень рад возможности встретиться с вами, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся в сфере политики, безопасности, в экономике. Тем не менее, отношения между Россией и Италией развиваются и развиваются весьма успешно, несмотря на известные сбои такого текущего характера. В общем, у нас есть о чем поговорить, по различным направлениям нашего взаимодействия. Уважаемый Владимир Владимирович, также очень рад встретиться сегодня с вами. В первую очередь, я бы хотел еще раз выразить солидарность и соболезнование от себя лично и от имени итальянского народа в связи с трагедией, которая произошла с самолетом, вылетевшим из Шарм-эль-Шейха. Спасибо вам, Матюш. Мы сейчас находимся на завершающей стадии изучения имеющихся у вас интерьеров. Да, действительно, я считаю, что мы должны проявлять единство, в первую очередь, в вопросах борьбы с терроризмом. Накануне переговоры и двусторонние встречи затянулись и продолжались, когда в Москве была уже глубокая ночь. Владимир Путин встретился с директором МВФ Кристин Лагард. Сегодня как раз основным вопросом на саммите становится реформа Международного валютного фонда. Российский президент провел также переговоры за закрытыми дверями и с президентом Турции. Главы государств обсудили в том числе проект «Голубой поток». Причем, по словам российского министра энергетики Александра Новака, подписание соглашения о строительстве газопровода – это недолгий процесс. Ну а уже совсем за полночь Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Мы сегодня уже много поработали, но наверняка есть еще вопросы, которые не ставят интересы в двухстороннем плане. И тех проблемах, которыми мы не совместно занимаемся. Уже поздно, но тем не менее, воспользуемся этим примером. Спасибо за возможность встретиться и обсудить различные проблемы. Сейчас уже поздний час, и я рада за фотографов, которые после протокольной части смогут уже пойти спать. Журналисты удалились, и дальше переговоры прошли за закрытыми дверями. Чуть раньше Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии. На этих переговорах в основном речь шла об экономическом сотрудничестве. Продолжаются контакты в сфере экономики, причем в разных отраслях. Хотя, к сожалению, товарооборот серьезным образом пострадался в последнее время. Но японские компании, которые в целом проинвестировали около 12 миллиардов долларов в российскую экономику, мы это видим, чувствуем, заинтересованы в продолжении совместной работы, и мы всячески намерены их поддерживать. Прежде всего, хотел бы выразить глубокие соболезнования всем российским гражданам в связи с крушением пассажирского самолета в Египте. В последнее время отношения между нашими странами активно развиваются. Состоялся визит министра иностранных дел Японии в Россию. Прошли переговоры по заключению мирного договора на уровне замминистров. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень полезна. Ну а эти кадры мы получаем буквально в эти минуты. Российский президент встречается с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кемерином. Речь опять же идет о противотействии международному терроризму. Это особенно интересно, поскольку только что в интервью BBC Дэвид Кемерин заявил, что его страна тоже собирается присоединиться к военно-воздушным ударам по Сирии. Но начал он свою беседу с высказанных соболезнований в адрес всего российского народа в связи с гибелью российского авиалайнера в небе над Египтом. Мы очень рады, что Великобритания присоединилась к работе в авианском формате. И последние трагические события, в частности во Франции, говорят о том, что мы вынуждены просто, и давно было пора это сделать, объединить усилия по борьбе с этим злом, как терроризм. Прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования в связи с трагическими событиями, гибелью ваших граждан в авиакатастрофе над Египтом. Сегодня же мы встречаемся после ужасных событий в Париже. Как вы и сказали, нам необходимо работать вместе, чтобы противостоять такой угрозе, как терроризм. Спасибо, Дэвид, за слова соболезнования. Для нас это большая утрата тяжелая. И хочу поблагодарить тебя за телефонный звонок совсем недавно, когда рассказывал свои соображения по поводу причин трагедии и поделился сведениями, полученными от британских специалистов. Ну а главной встречей первого дня саммита, безусловно, стали переговоры Владимира Путина с Бараком Обамой. Причем очевидно, что эта встреча не была запланирована ни в рабочем графике российского президента, ни американского президента, обменявшись парой фраз еще на фотографирование. Потом они встретились в холле, который предваряет, видимо, зал заседания. Очевидно, что это не специальное помещение для переговоров. Российские и американские президенты сидят в креслах и общаются, можно сказать, с глазу на глаз, если не считать переводчика и советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Сьюзен Райс, которая постоянно что-то записывала в блокноте. Позже российский шерп Светлана Лукаш сообщила, что переговоры были очень дружественные и конструктивные. А помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что обсуждалось две темы – Украина и Сирия. Причем стратегически и Соединенные Штаты, и Россия смотрят на эту проблему одинаково, но расходятся по-прежнему в тактике решения этого вопроса. Сегодня заседание продолжается. Представителям разных государств, которые собрались здесь на 20-ке, предстоит принять еще специальное коммунике, где будут отражены все вопросы, которые обсуждали здесь в течение последних двух дней. Ну а российского президента остается еще несколько двусторонних встреч, прежде всего с королем Саудовской Аравии. Алена. Да, Антон Вольский следит за тем, как проходит второй день саммита G20 в Турции.